Ну, я так и поняла. Ладно, всё, давай. Залетай в кровать. Сейчас мы включим здесь лампу. Ну что, перепутала? Ну что, тебе сюда, зайчик. Мы будем сейчас спать, храпеть сильно. Вчера так спали. На удивление получилось, знаете. Ладно, говорите всем спокойной ночи. Плюш, ну улыбнись. Спокойной ночи! Вы похожи на два рулона. Роллой, который я ещё пока не нарезала. Поняла? Вот вы два рулона. Утро. Доброе утро. Мы с Мишенькой только что вернулись от логопеда. Да, у нас логопед получается практически ежедневно. Вчера мы ездили, сегодня. Я хочу сейчас поесть, и после этого мы сможем двинуть в Смайлик парк. В Хадере он находится, ну, в Геватольге больше, ближе к Ильяфе, там ещё ни разу не были, хотя собирались ещё с весны его посетить. Но всё, что-то никак. И вот решили воспользоваться моментом. Поедем. Покупила вот что, сейчас покажу. Овощи, я думаю, не маринованы. Салат что-то типа табуле. Я уже его брала в этом магазине. Он очень прикольный, освежающий, невероятно лёгкий. Здесь в основном зеленуха. Совсем чуть-чуть кускус. Сыр. Это не тофу, я думала, что это фета. Ааа, он протёк. Я уже брала такой, но не красный. У них есть два варианта. Я думаю, что это будет острое. Сейчас попробуем, заценим. И... И я надену ей кольцо на руку. Это Лия поёт, а Миша поёт. И я надену ей кольцо на руку. Они все, представьте, протекли, пролились. 177 грамм. Сейчас будем всё это пробовать. Да, иди сюда, возьми. Вот эти вот овощи, они оказались очень острые. Ну иди сюда, возьми. Как? Так. Возьмём, я думаю, маленькую вилку. Я хочу куда-то уйти, чтобы детям не мешать, потому что они там смотрят. Чтоб они мне не мешали снимать. 177 грамм. Да, я пытаюсь, стараюсь придерживаться системы. Ну, когда получается, когда нет. Колбаса у меня здесь называется. Кабанус. Вот этот вот табули. Фета остренькая. И, на удивление, очень острый салат. Смотрите, треснула тарелка. Это Лушина тарелка. Блин. Придётся её выбрасывать. Я не заметила даже. Основная масса – это петрушка. Я её люблю. Фета. В масле. Овощи ядрёные. От них сводит язык, нёба и гортань. Всё сводит. Колбаска. Копчёная. Я знаю прекрасный её вкус. Солёненькая. Интересно, красный перец острый. Здесь есть зелёный. Зелёный 100% острый. А вот красный. Он и не острый, но и не сладкий. Это не болгарский. Вот этот точно будет острый. Чеснок. Обожаю маринованные овощи. Обожаю. Вообще люблю всё маринованное. Последние пять дней наша семья разделилась на две части и жила порознь отдельно. Я, Михаил и Лия дома. Ашер и Лил уехали в другую страну. Этим вечером наша семья воссоединится. Я поеду в аэропорт. Забирать наших. Они возвращаются. Четыре ночи и пять дней они были в другой стране. Мы были здесь втроём одни. В течение дня мы по видеосвязи общались по многу раз. С Леушкой, и дети с Леушкой, и Сашером, в общем, целовали Леушку с Леушкой как могли через телефон. Он нам в телефон тыкал свою голову, свои ручки, свои ножки, свои щёчки. А мы расцеловали, потому что, ну, в реальной жизни мы очень любим его зацеловывать. И, в общем, приходилось через телефон это делать. Так что уже сегодня вечером наша семья воссоединится. Мы очень этому рады. У нас довольно чисто было, довольно тихо, спокойно. Очень легко находить общий язык со старшими детьми, потому что они уже взрослые. Им 6 и 8 лет, Леушкой. И договориться с ними просто. У нас никаких там ни скандалов, ни наказаний, ничего не было. Всё было прекрасно. Мы друг друга слышали, мы друг друга понимали с первого раза. Так что вот так. Я побыла в роли мамы двух детей, а не трёх. Я поняла, насколько это огромная разница. Два ребёнка и три ребёнка. Я поняла это ещё, когда только родился Леушкой. С Леушкой с Мишей мне было легко, когда у меня их было двое. Ещё когда только Миша родился, я изначально понимала, легко. Легко. Есть свободное время. Есть время на себя. А вот когда их стало трое, и по сей день. Нет. В трое это уже нелегко. Но это лично мой опыт. Конечно, у всех по-разному. Кто-то говорит наоборот, что чем больше детей, тем легче. Типа трое детей, это ещё сложно. А вот пятеро, шестеро, семеро, там они уже сами себя как-то развлекают, завлекают. Сами о себе заботятся и так далее. Ну вот в моём случае два легко, три тяжело. Очень тяжело. Леушка прекрасно себя ведёт в путешествии. Его там нахваливают все. Все вокруг, кто его встречает. Ашер говорит, все по нему просто тают, сходят с ума. Какой он замечательный мальчик. И он действительно очень хорошо себя ведёт за границей. Он не устраивает там скандалов, истерик. Потому что у него нет конкуренции за внимание. Ашер, он весь его, и он весь Ашера. Они вдвоём. Ещё друг Ашера поехал. Ну как бы всё внимание основное сконцентрировано на Лео. Все его хотелки выполняются. Его целуют, его обнимают, его слушают. Нежели когда он дома, ему приходится ещё с двумя детьми конкурировать. Возникают и скандалы, и разборки, и крики, и срывы эмоциональные. Кстати говоря, их рейс перенесли. Я должна была бы поехать за ними, по-моему, в 11 часов ночи. И мы так изначально как бы договаривались. Всё шло вот так по плану. Я хотела сегодня вечером сходить в эко-парк с детьми. Люшин, одноклассник, приглашал её погулять. Мы договорились с его мамой. А потом планы все поехали, потому что их рейс перенесли на более раннее время. Эко-парк отменяется. Мы поедем в парк. Сейчас в Смайлик-парк вот с утра. Но то, куда поехали Лео и Ашер, это у них не отдых. Они поехали по очень важному делу. То есть они там не балдели, не отдыхали возле бассейна. Хотя и это тоже было по вечерам, когда у них оставалось свободное время. Ашер водил Лео и на море, и в бассейн. И присылал мне много-много видео. Лео там просто сходил с ума. Он обожает это всё. Он вообще у нас мальчик очень активный. Любящий жизнь, любящий еду, любящий самолёты, машины, вертолёты, море, бассейн. Он обожает это всё, поэтому как рыбка в воде в этом путешествии себя ощущает. И вообще это оказалось очень полезным. Ашер с Лео провёл время. Они сблизились, хотя уже некуда. Они и так были очень всегда близки. Лео, он абсолютно точно папин сынок. Один на один провести время, сконцентрироваться друг на друге. Это полезно, это классно. Я очень рада, что у них получилось это сделать. А у меня получилось с Люшей, с Мишей. Я набираю детям водичку. Это слишком маленькая бутылка. У Миши такая же маленькая, поэтому я беру для Миши побольше. Михаил, закрыть надо дверь, давай. Добой на море. Лото. Что случилось? Почему у Милы на море быть способность? Она всегда хочет быть на море. Мы доехали до Смайлик-парка. Смотрите, здесь никого нет, потому что сейчас ещё первая половина дня. Все дети в Израиле сейчас в Кейтана. Кейтана это такой детский лагерь при школе, при садике. Большая часть детей ходит в Кейтана. Это здесь очень распространено. Это сюда, прям сюда. Сюда можно. Знаете, что печалит? Что нету тенёчка, чтобы мне где-то присесть в тенёчке. Я сяду, наверное, на полу тогда. Просто тяжелее, он меньше тебя. Сейчас Ляша рассниму видосик, чем мы тут занимаемся. Лучше залезть повыше. Нет, так. Мам, Михаил. Да-да, иди, мы сейчас подойдём к тебе. Да, я поняла. Это площадка, Лёша, для детей постарше, знаешь. А в Умта уже для вашего возраста. Видишь, в Умтаму? Да ничего страшного. Площадка находится рядом с больницей в Хадере, которая называется Илильяфе. Здесь же в Илильяфе рождаются все маленькие хадерчане. Здесь родились наши трое детей. И здесь родился Ашин много лет назад. Представляете? Всё в той же больнице. Вау, классно! Да горка какая высоченная. Залезли и сидят там. Ничего не видно, да? Лео любит цепцы посмотреть. Да, конечно. Я сейчас подойду к вам, идите. Ещё экстра большая бутылка воды, полторашка. Потому что я не знаю, есть ли здесь фонтанчики. Здесь точно нет туалета, поэтому мало ли с фонтанчиком. Я взяла побольше воды. Кстати, можно было её оставить в машине. Не совсем разумно таскать, но да ладно. Ну да. Но вы уже сегодня его увидите. Нахан? Ну или нет, вы не будете спать. Нет, вы не будете спать. Вы дождётесь нас. Нет, ему будет тяжело тут. Это как ковровое покрытие. Нет, даже клеща. Клещ! Это оптич! Клещ даже серьёзнее. Видишь, это как трава искусственная. Ему тяжело передвигаться. Вот он двигаться-двигает. Не может пройти. Ни сантиметра не может сделать. Маму пожаловать. Не, 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 попить попить. Конечно. Я только хочу попить. Возьмите, всё в пакете. Как ты сидишь, если там есть жуки? Где? На полу нету жуков, не вижу. Не видишь, они же маленькие. Я про них не думаю. Мне так жарко, у меня волосы прилипают к шее. А тебе? Нет. Ну что, у него не позор. Ну, Юля, смотришься. У него вахматик. Хочешь чипсы? Ешь чипсы. Подождите, давайте посмотрим, как отсюда уехать. Да? Я уже тебе не сказала. Ты сказала мне назад поехать, 5 километров. Нет, я сказала, что ты сможешь сделать задницу и потом смотришь, как пройти. Вот так. А, назад поехать? Ну, да. Сначала рос вангарке. Что мне показывают сюда ехать? Сюда нельзя ехать. Смотри, вот этот знак, значит, нельзя ехать. А, значит, почему они припарковались? Припарковаться там можно, а вон туда заезжать нельзя. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кошечка не танцую. Кошечка, а я не танцую. Хватит улыбаться. Ей! Мама! Не надо пакет. Хотя, ладно, давай. Спасибо. Нет. Еще один. Мама, я не натворю. Жан, чиня, я не... Давай, ты... Мам! Хей, хей! Роджаут! Роджаут! Так, я хочу пометочку себе сделать. Танцуй! Никаких чудес! Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Кошечка, она не смешит, она заплачет, я надену ей кольцо на ручку. На ногу! На ногу! На ногу! У меня он с тобой. Как? А почему ты говоришь как? Потому что он говорит, что он ее любит. Я говорю как. Он отвечает сильно. Это... Она мне ночью заменяет солнце. Музыка Эээ, пироги Ааа, Лия Лия, остановись Малыш, э, пакеты упали все Верни назад все Твоя попа это все схвела Субтитры сделал DimaTorzok